Добрый день, друзья, коллеги. Мы сегодня в онлайн-включении поговорим про технологические партнерства в мире кибербеза, обсудим, почему важно создавать технологические партнерства, какие задачи решаем, какие ценности несем. С нами сегодня в студии Николай Арефьев, сооснователь компании RST Cloud. И с нами Аня Олейникова, директор по продуктам компании Security Vision. У нас в распоряжении полчаса, поэтому мы плодотворно пообщаемся на тему, что есть технологическое партнерство наших компаний, конкретно на наших примерах. И краткое вводное. Собственно, компания RST Cloud занимается осинтом на нашем рынке, собирает аналитику по киберугрозам, по индикаторам компрометации и поставляет эти данные в виде фидов в различные решения. Компания Security Vision обладает целой линейкой всевозможных решений в построении и сопровождении процессов кибербеза. В частности, затронем интеграцию и с Threat Intel платформами, и с ARP. Ну а я, собственно, как представитель компании Positive Technologies подсвечу моменты, связанные с интеграциями с нашим продуктом MaxPatrol CM. Поговорим про все про это. Начну я с Николая и начну с простого вопроса. Собственно, что есть технологическое партнерство, для чего компании на рынке такие партнерства выстраивают? Николай? Да, смотрите, ну рассуждать на эту тему можно много. Если вот прям коротко, то можно выделить, наверное, основной момент. Существует множество компаний, которые занимаются множеством разных направлений. И, соответственно, есть множество технологий. Нельзя как бы быть суперкрутым абсолютно во всем. Поэтому у каждой компании есть определенный фокус. Фокус на тех областях, в которых она сильна. Но в заказчиках есть множество решений, множество задач. И поэтому они используют одновременно стэк технологий, стэк платформ. Каждая из этих технологий, каждая из этих платформ работает вместе внутри заказчика. И получается так, что мы должны использовать технологии вместе и иметь некие точки интеграции. Технологическое партнерство между различными вендорами, будь то eBay, либо IT-решений. Это как раз история о выстраивании экосистемы продуктов внутри конкретного заказчика. И выстраивание этих экосистем на самом деле это один из драйверов, который там зародился ну прям не вчера. И тем не менее этот вот процесс продолжается постоянно. На мой взгляд, технологические партнерства это не что иное, как выстраивание глобальных экосистем внутри заказчика. Ну если коротко, то наверное так. Хорошо. Ань, дополнишь? Да. Я с своей стороны хотела бы сказать, что в принципе наша компания, она занимается в первую очередь оркестрацией процессов информационной безопасности, управления различными средствами защиты под вот таким верхним уровнем абстрактным менеджментом. И мы в каждом проекте, в проекте внедрения или пилота сталкиваемся с необходимостью интеграции. Так вот, в те проекты, в которые мы входим с технологическим партнером, у нас именно интеграция происходит гораздо более глубоко, гораздо более экспертно-технически, более быстро, более качественно и эффективно. При всем при этом качество касается не только проекта конкретного, вот единичного, а в целом мы повышаем качество друг друга вместе с партнером за счет того, что делаем замечания, корректировки, может быть, снижаем какие-то шероховатости, которые есть в рамках фермы сервисов, в рамках IPI друг друга. И таким образом мы повышаем качество друг друга в целом, каждого вендора, каждой компании, с которой мы идем в интеграцию. Ну и, наверное, я здесь как раз поддержу Николая в том отношении, что в рамках технологического партнерства идет разделение, делегирование компетенций и экспертиз. Происходит некоторая такая синергия, синергия компетенций, как условно, допустим, в медицине в сложных случаях собираются консилиум из врачей различных практик. И каждый по своему направлению, терапев, гастентролог, кардиолог, дает свое осуждение на основе своего опыта. И у нас то же самое, то есть как с вами в рамках СИЕМа, как с Николаем в рамках, как поставщик индикаторов компрометации, мы выполняем каждую свою функцию. То есть Николай, к примеру, и компания Restecloud поставляют огромное количество индикаторов из открытых источников, охватывают более 260 открытых источников, поставляют нам эти данные. А мы, с своей стороны, эти данные ищем на инфраструктуре и расследуем и реагируем на инцидент. Прежде чем не перешли уже к теме конкретных задач, все-таки технологическое партнерство. Это способ решения бизнес-задачи отдельных производителей и какие-то, собственно, сцепки с более, может быть, серьезными игроками на рынке, какие-то совместные продажи, какие-то выстроенные комплексные, собственно, сделки. Или это все-таки решение задачи клиентов. То есть что является, прежде всего, драйвером создания некой технологической цепочки? Пресловутые деньги, да? Или все-таки какое-то общее дело? Давайте я попробую ответить на вопрос. Ну, технологические партнерства, это все-таки там, они не имеют какой-то одной градации, да? Чисто технологии или чисто деньги. На самом деле это и то, и другое. Но больше, наверное, акцент идет именно на технологии. Почему так? Все очень просто. Соответственно, у нас есть потребности на рынке в определенных задачах. Эти задачи решаются непосредственно при помощи продуктов по eBay. И рынок на самом деле диктует требования к этим технологическим партнерствам. Если мы посмотрим те же самые исследования Гартнера последние, да, они говорят о том, что ряд решений, допустим, CM, IRP, Threat and Tail платформы, там начинают постепенно быстро сближаться. Это не что иное, как набор определенной массы технологических партнерств. Это там, собственно, выстраивание различных технологических цепочек для того, чтобы удовлетворить потребность заказчика. И чем их больше становится, тем, как бы, на самом деле мы ближе к тому, что некоторые классы решений начинают тесно объединяться вообще в рамках одной платформы. Поэтому, если там ответ на вот твой вопрос по поводу того, что это деньги или технологии, это потребности рынка, которые вызывают вот эти вот технологические сцепки. Спасибо. Ну, наверное, у нас как раз с точки зрения инициатора, кто является инициатором того или иного, даже, наверное, не технологического партнерства, а сначала интеграции, а потом уже технологического партнерства. Все же, в первую очередь, это заказчик, как правило, на основе своих тех решений, тех проектов, на основе потребностей, даже в рамках, например, текущей тенденции технологического суверенитета. Есть необходимость интегрироваться со всеми решениями российского класса, в принципе. И вот мы начинаем прорабатывать этот момент. Это, наверное, первая основная инициация. А во-вторых, ну, в целом, действительно, тренды, действительно, тенденции на тоже цифровизацию информационных технологий, и б, технологического сегмента, то есть в рамках цифровой трансформации, обязывает все компании и всех вендоров иметь ферму сервисов, иметь IPI для того, чтобы взаимодействовать друг с другом и передавать get-put обратно данные. Да. Я тут, наверное, даже еще чуть-чуть дополню. Как бы есть еще один интересный момент. Некоторые вендора даже не подозревают, что они начинают становиться технологическими партнерами друг друга. Очень простой пример, когда в компании появляется несколько решений, ну, одновременно работающих, они их эксплуатируют, и возникает потребность их соединить и как-то обогатить данные внутри этих двух решений. Заказчик берет и начинает на питоне, на баше, еще как-то писать свои скрипты, тем самым образуя ту самую сцепку. Вот вендора вроде бы нет, а технологическое партнерство, ну, такое некое, получается, уже есть. Просто оно сделано руками конкретного заказчика. Спасибо, Коль. Я как раз на это хотел процентировать внимание. То есть, казалось бы, да, что первичное, там, деньги или реальная практическая безопасность. Очень часто действительно оказывается так, что за счет наличия функции интеграции, собственно, интеграция происходит в моменте, там, создания проекта, да, там, создания конкретного решения, конкретного запуска какой-то системы. И важно, чтобы участники, там, технологического партнерства умели такие случаи выявлять, да, там, подсвечивать, как актуальные остальным клиентам и строить технологическое партнерство не ради технологического партнерства само по себе, да, и как-то просто в маркетинг какой-то уходить, а исходить из практических кейсов. Ведь очень многие компании наращивают свои системы безопасности поэтапно, начиная с построения отдельных систем, системы, там, класса CM, запуская потом IRP, да, там, в нашем примере, потом желая подключить к этому всему индикаторы. И само по себе технологическое партнерство может стать следствием запроса конкретных компаний, которые путь этот прошли с конкретными представителями вендоров, да, с конкретными решениями. Важно быть действительно в контакте, важно подогревать интерес к таким интеграциям, и важно тот уникальный опыт, который в одном клиенте компании появляется сквозь уже осознанное, значит, позиционирование доносить до остальных. Мне кажется, первично действительно решение проблемы и первичен тот опыт, который в компаниях, собственно, образуется. Давайте немножко нырнем вглубь, да, там, немножко пойдем в взаимодействие решений класса, там, MaxPatrol CM с индикаторами. Коль, я знаю, ты на этом точно скил собаку, да, у нас здесь в том числе есть очень хорошо подготовленная аудитория технически, поэтому расскажи в деталях, как возможно использование индикаторов компрометации от RST Cloud в MaxPatrol CM. Да, ну, смотрите, что мы сейчас видим, наиболее частый кейс использования тех же самых индикаторов, по крайней мере, вот в России, это либо действительно мы берем индикаторы и выбираем наиболее самые важные, самые опасные и загружаем в CM решение. Это прям ходовой кейс. Для этого, понятное дело, что на стороне и самого поставщика индикаторов должны быть определенные, сделаны быть определенные технические вещи. И на стороне самого решения. Ну, здесь получается CM решение. Как это все происходит обычно? В CM решениях либо есть уже прям готовый API, через который можно грузить данные по индикаторам, да. Ну, и вообще, на самом деле, Threat Intel грузить, как бы, потому что индикатор только часть Threat Intel. Получается, что поставщик понимает, какой у производителя CM решение API, понимает, как с ним работать. Соответственно, если этот API позволяет именно делать пуш в него, то есть мы берем индикаторы и с какой-то стороны, со стороны вендора, поставщика API, туда их загружаем. Это один, как бы, вариант. Второй вариант, когда CM решение само ходит куда-то в облако вендора, берет индикаторы и загружает к себе в определенные структуры. И тут получается второй момент. Помимо API вендора должно быть структуры, которые позволяют все эти данные разместить. Не просто там один индикатор положить, да, типа, он какой-то вредоносный. Почему вредоносный? Как вредоносный? Ну, неясно. Просто опасный индикатор. А важно, чтобы там еще был дополнительный контекст, хотя бы базовый. Если есть атрибуция, какой угрозе, какой группировке, к какому ВПУ относится этот индикатор, важно понять, в какой роли этот индикатор выступает. То есть то ли это C2 сервер, то ли это URL, с которого качаются дропперы и так далее. Вот эту всю базовую информацию, а, ну еще, естественно, ускоринг, насколько опасен индикатор. Важно, чтобы в Сиеме были структуры, которые позволяют разместить эти индикаторы. В MaxPatrol Сиеме эти табличные списки, в других решениях они по-другому называются. Главное, чтобы они были. И третья часть этой составляющей, это действительно гибкость самого решения, самого Сиема с точки зрения гибкости движка правил корреляции, чтобы они позволили с этими табличками работать, делать какие-то локальные исключения, проверять вхождение в эти репутационные списки с условиями. Это очень важно. То есть здесь получается, что не просто нам надо интегрироваться, а нужно, чтобы вглубь каждого из вендоров еще была реализована цепочка технических решений для этой интеграции. Поэтому путь технологического партнерства, это не просто такое, что мы взяли и пресс-релиз выложили, вот мы взаимодействуем. Ну, отлично, да. Это еще и определенная большая работа на стороне каждой конкретной команды в каждом вендоре. Вот так вот выглядит интеграция, допустим, у нас с MaxPatrol Сиема. Коля, спасибо. Если немножечко добавишь про интеграцию с решениями Security Vision, да, и там, если они подхватят, я бы хотел послушать про то, как, собственно, работают Security Vision с фидами от RST. Да, давайте прям пару слов, а потом Аня передам, собственно, слово. Смотрите, какая штука. Когда мы говорим по работе с индикаторами в Threat Intel платформе, в SOAR платформе, там начинается некая специфика. Если Threat Intel платформа, это решение для того, чтобы мы могли хранить максимально возможный объем информации, знаний. Соответственно, что такое TI? TI на самом деле это граф объектов взаимосвязанных, которые имеют свою еще историчность. И поэтому нужно уметь понимать, что есть в FIDE, какие там есть объекты, какие структуры и как их правильно хранить. И здесь при интеграции с Threat Intel платформы, вот у нас, допустим, в Security Vision очень тесное взаимодействие на уровне того, как мы формируем свой TI, какие у нас есть поля, что они значат. А с точки зрения Security Vision, как эту всю информацию аккуратно уложить в свои внутренние структуры и дальше уже предоставить пользователю. И тут, наверное, надо передать слово Ане. Спасибо. Да, здесь как раз я подержу тему в отношении модели данных. Мы разработали довольно-таки сложную иерархическую модель с несколькими уровнями типов индикаторов, как технических, так и операционных, и стратегической атрибуции, которая позволяет как раз на основе одного достаточно простого элементарного индикатора типа IP-адреса вывести на взаимосвязь со злоумышленником, с вредоносными компаниями, в которых он участвовал, с некоторой индикацией на уровне операционной деятельности, то есть вредоносные процессы, джармы, мьютексы, то есть мы можем уже отслеживать индикаторы атак, поведенческие индикаторы. И вот эта цепочка, этот граф дает понимание, как со стороны ситуационной осведомленности в рамках расследования своего внутреннего инцидента, допустим, пришедшего от CM-платформы, так и в рамках предварительной работы еще до свершения инцидента и до импакта, когда есть только индикатор компрометации, который говорит о том, что было обращение на СИТУ, еще не произошло ничего, ни заражения, ни каких-то правил корреляции, которые отработали, просто вот маячок, триггер о том, что обрати внимание, и мы здесь можем показать все потенциальные последствия этого индикатора и его дальнейших действий. Поэтому здесь мы как раз работаем с Николаем на предмет получения актуальной информации, то есть здесь мы разделяем наши задачи на нашу технологическую функциональную область, поиск индикаторов, расследование, реагирование на них. Николай предоставляет как раз актуальные данные, насыщенные контекстом, с минимальным количеством фолз-позитивов. Я тут даже немножко добавлю, есть еще одна достаточно большая история, которая не всегда очевидна. Это история, связанная с одинаковым пониманием поставщиком TI и, собственно, вендором, который реализует Threat and Tell-платформу. Это понимание с точки зрения опасности индикатора. Вот как мы понимаем, что значит опасный индикатор. Вот у нас, допустим, стобальная шкала в нашей системе. Что значит там уровень опасности 50? Мы должны одинаково это понимать. Поэтому здесь вот с ребятами из Security Vision мы тоже как бы коммуницируем и, соответственно, приходим к этому общему пониманию, что значит опасный индикатор. Вопрос, наверное, к Ане. Чтобы подключить фид от RST, нужна Threat and Tell-платформа или достаточно SOAR, или, может быть, нужен какой-то там модуль? То есть как это выглядит там и лицензионно, и с точки зрения продуктов, с которыми такая интеграция доступна? Смотри, на самом деле схем достаточно много, и они гибкие. Основную, наверное, схему, которую мы здесь декларируем, связки TIP-платформы и множество поставщиков индикаторов всего российского рынка, то есть всех коммерческих фидов Российской Федерации. Собственно, мы поставляем коннектора и интеграцию уже непосредственно в рамках платформы. А с Николаем еще более удобная схема, когда через нас идет единая финансовая схема договора с заказчиком. То есть условно контрактуемся через нас, единое окно входа-выхода, а в дальнейшем мы уже подключаем и предоставляем услуги по получению индикаторов компрометации от RST Cloud, для того, чтобы облегчить как раз заказчику процедурные процессные нюансы. То есть у вас получается технологическое партнерство в полном фарше. То есть по сути вы через Security Vision, как через контракт с вендором, с RST Cloud позволяете получить уже завершенное конечное решение? Для удобства в первую очередь. Да, это сделано сугубо для удобства заказчиков. Если есть необходимость, к примеру, оформлять дополнительные контракты с RST Cloud напрямую, мы не противоречим. То есть все как бы для удобства реализовано. Но если нужно, можно это прям под ключ, под капотом все это сделать. Хорошо. Я, наверное, на правах модератора немножко резюмирую эту часть. То есть по большому счету я вижу, как интеграцию СИЕМа с индикаторами от RST для такой потоковой плотной работы по определенным сценариям детектирования, там, где нужно в массе на каком-то огромном потоке подключений, значит, извне, детектировать возможные отклики или возможные потенциальные проявления какой-то вредоносной активности. В случае с Threat and Tell или с OAR решением, эта работа уже скорее вглубь. То есть если произошла уже конкретная сработка, то есть выявлен кейс, значит, и понятен, собственно, там, конкретный сценарий, то вы работаете в обогащении контекстом, да, то есть угрозой. То есть смотрите, какие дополнительные индикаторы могут быть релевантны, к какой хакерской группировке может быть, собственно, там релевантен данный тип активности, и даете возможность аналитикам, да, там, людям, которые сидят в соках клиентов, дообогатить знания об инциденте и расследовать его уже полноценным образом. Да. Наверное, еще подчеркну, что действительно есть реализованное взаимодействие и МПС, и ЕМА с Security Vision. Реализовано оно через наш открытый API, и мы действительно в ряде проектов эту интеграцию техническую уже реализовали, и, собственно, технология там интеграции подтверждена. Я задам уже последний вопрос нашей сессии, да, и, наверное, оставшееся время мы посвятим проблемам. Проблемы точно есть. Проблемы стыка, значит, интеграции нескольких технологий, а в данном случае аж конкретно здесь трех представителей, точно существуют. Коль, опять традиционно начну с тебя. Какие ты видишь проблемы, где начинает, собственно, там шов расходиться, да, и кто в итоге, ну, этот вопрос уже в продолжении, да, несет, конечно, в счете ответственность за все это? Да, ну, давайте попробуем честно поговорить на эту тему. Давайте разделим две вопроса, к сожалению, на две составляющие. Есть финансовая составляющая, есть техническая составляющая. Если коротко по финансовой составляющей, понятное дело, что каждый вендор развивается. И бывает так, что вот сначала у нас было технологическое партнерство, а потом внутри вендора появился новый продукт, который начинает конкурировать с продуктом другого вендора. Технологические партнерства от этого начинают страдать. К счастью, таких случаев не так много на рынке, особенно пока еще в России. Но, тем не менее, это один из факторов. Ну, и теперь непосредственно техника. В технической составляющей важно, что заметить, какие бывают проблемы. Проблемы часто бывают нарушением коммуникации связанных. И из них вытекают уже технические проблемы. Один из вендоров что-то поправил у себя и внутри своих технологических партнеров не оповестил. Взял и внес в ломающие изменения в API. Это плохо, у всех развалилось. Как это выглядит со стороны заказчика? Вот мы обновили один из продуктов, и у нас все сломалось. И здесь начинается самое плохое, которое влечет за собой большие последствия. Вендора начинают публично или не публично перекидывать мячик друг к другу. Кто же виноват? Вот это самый плохой кейс в технологических партнерствах. Если вы такое видите, это очень плохо. Это первый маркер того, что технологическое партнерство не выстроено на должном уровне. Сейчас в рамках разработки различных концепций, подходов к тому же самому API, есть подходы к 7-версу и так далее. Все сделано для того, чтобы таких процессов технически избежать. Другой момент, связанный с тем, что необходимо обеспечивать постоянное тестирование этих связок. То есть на стороне каждого из вендоров. Поэтому, как я и говорил в самом начале, технологические партнерства – это процессная на самом деле штука, которая реализуется с обеих сторон у каждого из вендоров. Кто же теперь, собственно, виноват, кто в ответе за все это? Если технологическое партнерство выстроено правильным образом, когда у заказчика возникает проблема на стыке двух решений, он может прийти к любому из вендоров, состоящих в технологическом партнерстве, и сказать, что у меня есть такие-то проблемы. И задача этих вендоров уже самим у себя внутри договориться и решить проблему заказчику. И прийти к нему с готовым решением, а не перекидывать мячик на разные стороны. Мое видение такое. Немножко копнем вглубь. То есть твой best case, выстраивание отношений с неким технологическим партнером, чтобы жить настолько в синхроне, чтобы клиенты даже не приходили с проблемами, а чтобы вы их правильно видели и предупреждали. Ну да, то есть отсутствие проблем – это вообще идеальный случай. Как правило, они всегда будут возникать. Вопрос, как вендора их решают. Мое видение правильного технологического взаимодействия – это не только маркетинг, когда мы пресс-релиз отправили, что взаимодействуем, но на стороне заказчика есть команда разработки, которая понимает, что технологические партнерства – это одна из приоритетных задач. И менеджмент, который управляет разработкой и приоритетами, явно отслеживает те задачи, которые как-то влияют на технологических партнеров. То есть это внутренний процесс, который своими корнями уходит в разработку и правильному выстраиванию приоритетов в бэклоге. Потому что бывает такое, что да, мы взаимодействуем, но задачи по интеграции в бэклоге куда-то тонут, и мы о них благополучно забываем, забиваем. Ну, это приводит уже к конкретным проблемам заказчика. То есть еще раз, на мой взгляд, правильное технологическое партнерство – это процесс, выстроенный внутри разработки в двух компаниях, как минимум. Хорошо, вопрос такой из жизни. Например, мы поменяли некоторые функции API, и они работать стали иначе. Технологическое партнерство по загрузке, не знаю, там, конкретных индикаторов перестало работать какой-нибудь, собственно, там, если был коннектор, который забирает данные, значит, отвалился. Разработанные для заказчика в конкретном проекте, например. То есть вопрос к системному интегратору, который проект вел и сшивал два продукта, или там вопрос к производителю, у которого API разошелся, или вопрос к поставщику данных, например. Как бы ты решил эту задачку в комплексе? Смотрите, как бы эта проблема, она вообще не новая, как бы это вопросы интеграционные внутри разработки. Они решаются интеграционными тестами, они решаются там отдельно на уровне юнит-тестов API. То есть, когда вендор вносит изменения и знает, что у него есть публичная API, которая пользуется его партнеры, если он вынужден сломать что-то, он вынужден заранее предупредить об этом заказчикам. У многих вендоров, в том числе, вот у Позитива, да, есть программа, когда они бета-версии дают потестировать не только заказчикам, но и партнерам, и смотрят, не поломалось ли чего-то там. Это очень хороший, собственно, кейс, который позволяет заранее, еще не выкатив в прот определенную версию, уже понять, что что-то сломается. И каждый из партнеров в этом технологической партнерстве что-то уже у себя меняет, как бы. Аня, расскажи что-то про проблему. Здесь, да, здесь я, наверное, несколько бы переквалифицировала вопрос, потому что технологическими партнерствами у нас проблем не возникало. То есть, условно, с вами, когда мы взаимодействуем, мы ведем это достаточно плотной схемой работы. Как только у нас возникают необходимости новой версии продукта, мы обращаемся к вам, и вы предоставляете ее нам, ну, буквально чуть ли не день в день. У нас нету с вами проблем. Точно так же с RST Cloud сложности каких-то именно по взаимодействию, обновлениям, выстраиванию интеграции нету. Я бы сказала, что проблемы возникают в рамках конкретных проектов, в рамках конкретных заказчиков. Например, мы часто сталкиваемся с технологическими проблемами. Невозможность вызова функции, ключевой функции, которая есть в интерфейсе, но нету в IPI, не предоставляется ферма сервисов. Или сложные методы аутентификации, отсутствие какого-то атрибута в данных, получаемых или забираемых, или целого блока данных. Или еще тоже распространенная проблема – это слабый уровень документирования. Особенно в каких-то ключевых сложных интеграциях мы сталкиваемся с тем, что либо документация еще не успела подъехать, обновиться к релизу, либо она просто настолько детальна. И как раз технологические партнерства, они решают этот вопрос и эти проблемы. Потому что мы тут же к вам обращаемся к третьей линии, и вы нам поясняете это все максимально оперативно. Спасибо, Ань. На самом деле, я и эту часть на правах модератора хотел бы подытожить. Я абсолютно согласен с позицией и Николая, и Анны. Здесь вопрос взаимодействия. Компания, если уж она договорилась о технологическом партнерстве, и речь не идет о конкретной, просто случайной интеграции решений в конкретном клиенте, то под этими словами должно звучать сильно большее, чем просто декларация маркетинговых каких-то лозунгов. Под этим должны быть действительно слаженная работа команд, тестирование новых релизов, отработки тех функций, на которые полагается слой интеграции. И если компании зрело подходят к задаче сопровождения и планового обновления продуктов, то они должны протестировать совместимость в рамках всего технологического партнерства, которое было создано на рынке. В этом, собственно, и есть другая кругольная проблема. Должно быть таких технологических партнерств много или мало. Здесь вопрос, условно, о той зрелости тех команд, которые отвечают за разработку и тестирование. Я поблагодарю участников нашей онлайн-сессии. Напомню, с нами был Николай Рефьев, сооснователь компании Rostecloud, и Анна Олейникова, директор по продуктам компании Security Vision. Большое вам спасибо. До новых встреч. Спасибо вам.